Вести ФСДФМ Прорвемся, невзирая на санкции В студии Павел Анисимов и с нами на связи Наталья Завалишина, генеральный директор компании Distant Property. Наталья, приветствую вас. Здравствуйте. Да, поговорим про зарубежную недвижимость. Становится тревожно за дальние дачи россиян, особенно в свете последних заявлений. На уровне ряда стран Евросоюза, в частности Бельгия, Польша, Финляндия, выступают за прекращение выдачи виз гражданам России. То есть, россияне не смогут попасть в Европу. А Латвия, Литва и Эстония уже приостановили выдачу виз россиянам. Таким образом, отсекают поток, в том числе и тех, кто покупал недвижимость в этих странах с разным прицелом. Либо там подольше задержаться, либо использовать на какой-то летний курортный сезон и так далее. Вот у вас, как у представителя этого бизнеса по зарубежному направлению, вызывают ли опасения и вопросы вот эти действия Евросоюза? Ну, конечно, действия тревожные. Собственно говоря, мы оптимисты, мы надеемся, что это не будет носить какой-то длительный характер. Тем не менее, вот сейчас даже очень многие собственники ближних, скажем так, да, Черногории, Болгарии и так далее, опасаются ехать туда. Во-первых, сложности с тем, как туда добраться. Во-вторых, это непонятный визовый режим, это непонятно, ну, во всяком случае, в Болгарии, в Черногории виза не нужна. Непонятно, сколько будет выдаваться виза, и, естественно, есть некое, как бы сказать, такое ощущение тревоги. Но мы все-таки надеемся, что это такие вот меры временные, я бы даже сказала, такого истерического характера, а что бы еще сделать против россиян? Поэтому, ну, в долгосрочной перспективе, я думаю, что все-таки это не будет носить какой-то тотальный характер. Лично мое мнение. Ну, я думаю, те, кто владеет недвижимостью, в частности, и в Болгарии, и Черногории, разделяют ваш оптимизм. Но, тем не менее, есть уже примеры, когда в европейских странах начали отбирать, экспроприировать жилье. Правда, пока виллы, квартиры, неважно, да? Пока у тех, кто был внесен в санкционный список европейский. Санкционные списки, да, да, есть такие люди, которые были внесены. Да, судя по тенденции, Наталья, вообще всех россиян Европа может внести в санкционные списки, а покупатели не попадут. Есть ли какой-то план действий? Мы пока разберемся, что делать с той недвижимостью, которая может попасть под санкции. Есть ли какой-то план действий для тех владельцев, кто опасается, ну, может быть, хочет выйти из этих активов? Либо, ну, они же покупались, ну, в том числе и как инвестиции, как сохранение валюты, ну, и как возможное, да, там, дальнейшее пребывание в этих странах. Что делать? Продавать? Ну, продавать, наверное, с дисконтом сейчас придется. Ждать, как вы рекомендуете? Вот сколько ждать? Значит, смотрите, ситуация какая складывается. Очень многие считают, что придется продавать с дисконтом. А отнюдь нет. В еврозоне сейчас очень сильно все выросло, в том числе и цены на недвижимость. Ну, я не скажу, что можно продать с прибылью, хотя есть такие случаи. Но, во всяком случае, потерять придется не очень сильно, включая те же Черногории, Болгарии и Испанию. Но туда сложнее просто добраться. А вот что касается Болгарии, Черногории, все, кто продает, они, вот кто сейчас на этой волне продает, я бы не сказала, что они очень сильно проигрывают, потому что продают они по вполне нормальным ценам, практически по тем ценам, по которым покупался, в некоторых случаях, может быть, чуть выше, в некоторых случаях чуть ниже. Я не скажу, что я вот советчик того, что надо делать. У каждого своя ситуация и разбираться надо в каждой конкретной ситуации. Сейчас мы наблюдаем такой тренд, что очень многие продают в еврозоне с тем, чтобы купить, например, в Турции или где-то там, ну, подороже уже, конечно, будет в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, у всех разные ситуации, разные бюджеты. Правильно эти действия или нет, а если что-то начнется там, понимаете? То есть вот сказать, что как поступить сейчас у каждого в своей ситуации. Если кому-то срочно нужны деньги, нет возможности выезжать, то, конечно, наверное, надо продавать. Тот, кто под санкции попал, он все равно ничего сделать не сможет. Вряд ли ему сейчас дадут это продать или каким-то образом там, я не знаю, избавиться. Но, может быть, это можно каким-то образом, опять же, договориться, сдать в аренду. Это надо смотреть у ситуации. Стоит ли сейчас продавать и покупать где-то в каком-то месте? Ну, если на территории России, ну, это, конечно, наиболее безопасно. А если где-то в мире, не обязательно в Европе, ну, кто знает, что будет дальше. Я думаю, что стоит торопиться с покупкой, если нету такой вот крайней необходимости. А, кстати, вот вообще россияне, причины, по которой они покупают, ну, или пытаются купить, да, зарубежную недвижимость, это что, какая-то реализация там давней мечты, желание иметь какой-то запасной аэродром, как сохранение сбережений, ну, вложил, вот вы сказали, что цены подросли, значит, ну, какая-то прибыль капает. Ну, тенденция эта была все-таки характерна для такого достаточно эффективного российского рынка, когда не очень-то были развиты еще российские курорты, а курорты Испании, Турции, Болгарии, всех остальных стран европейских, они предлагали более высокий сервис и достаточно недорогие цены. И, в принципе, в некоторых случаях можно было получить вид на жительство, это можно было, получалась возможность путешествовать по Европе. Плюс в каких-то странах, например, на Кипре, там было очень много английских школ, там можно было давать в том числе английское образование. То есть была какая-то возможность немножечко расширить горизонты, и поэтому покупалось очень много недвижимости в годы предшествующие, вот скажем так, начало ослабления отношений, в том числе и с Евросоюзом. И дальше уже просто по инерции многие владели, владели, владели. Ну, вроде как есть, надо туда либо ездить, либо там проживать, либо там бывать. Ну, какая-то просто уже такая инерция, привычка и так далее. Ну, а сейчас-то и сложно оплатить те же коммунальные услуги, счета-то российских банков заблокированы, то есть какая-то альтернатива должна быть. Да, это достаточно серьезная проблема с оплатой, особенно вот в каких-то странах таких вот классических европейских, в Испании, в Италии, во Франции. Там вообще существует возможность потерять эту недвижимость, ну, во всяком случае, ее арестуют, заблокируют и так далее, если вы не оплатили там, по-моему, в течение двух кварталов. Ну, во всех странах по-разному, поэтому я не могу точно сказать, где как, но во всяком случае риски такие есть. Что, ну, я могу сказать, что делают клиенты сейчас. Они прибегают к каким-то таким вот ухищрениям. Кто-то, у кого-то выезжают знакомые, кто-то как-то там переводит деньги, кто-то передает с кем-то деньги. Но опять же, это ухищрение, это не вот такой вот налаженный процесс. Это очень неудобно, это, конечно, если это продлится ситуация, то владение такой недвижимости, оно, наверное, станет уже вопросом ее целесообразности. Ну, вы упомянули, что россияне стали перекладывать вот этот девелоперский свой условный портфель, перекладывать из европейских активов, в том числе и в Турцию, в Объединенные Арабские Эмираты. Действительно вышла статистика одного сайта, который отслеживает заявки на покупки зарубежной недвижимости. Так вот, за первые полгода поступило на 226% больше сообщений, чем за тот же период 2021 года. То есть такой громадный скачок и больше всего заявок именно на Турцию. Почему именно Турция? Ведь с этой стороной у нас тоже не совсем всегда, да, хорошие гладкие отношения. С другой стороны, ну, страна-курорт, можем так сказать. Да, хороший вопрос вы задаете. Я его тоже очень часто обсуждаю с своими партнерами в странах, но тенденция сейчас именно такая. Вот недалеко, как сегодня я общалась с своей партнершей в Черногории, она говорит, у нас такая тенденция, говорит, очень строгая. То есть продают в Черногорию и уезжают в Турцию. Такую же тенденцию можно наблюдать, по-моему, в ряду других стран. И просто люди, которые покупают сейчас, те, кто не владел раньше недвижимостью, они тоже ориентированы на Турцию. Вы знаете, да, вот для меня это тоже не совсем то направление, которое может быть на 100% совершенно обеспечено. Но, тем не менее, во-первых, туда достаточно просто добраться. Это длительный курортный сезон, это хорошая, ну, достаточно хорошая транспортная доступность, даже если придется как-то в обход ехать. Это достаточно дешевые цены. В отличие от еврозоны в Турции нету такого скачка цен, поэтому она по-прежнему остается достаточно привлекательной. Но скачок цен есть, просто скачок в местной валюте, а не в евро. Поэтому россиянам на конвертации... Нет, однозначно, да, однозначно могу сказать, что вот сама нахожусь сейчас в Болгарии и могу вам сказать, что то, что сейчас я наблюдаю здесь, я слабо себе сейчас представляю, что происходит в Италии, в Испании, во Франции, потому что здесь все очень подорожало, и некоторые цены выросли в 2,5 раза. И, насколько я могу судить, потому что в Турции я тоже была, там все-таки такого скачка цен не наблюдается. То же самое сейчас происходит практически по всей еврозоне. Буквально недавно я общалась со своей партнершей в Италии, истинной итальянкой, она мне сказала, что многие итальянцы сейчас возвращаются из отпуска, сократили его на несколько недель, просто потому что экономически они не могут выдержать этого уже сейчас. Поэтому в еврозоне ситуация с ростом цен сейчас наблюдается более сложной, чем в Турции. Что касается Объединенных Арабских... Да, Наталья, сейчас мы перейдем к этой истории. Я хотел про Турцию закончить, но там все-таки, как я читал, местные власти уже поняли, что слишком ажиотажный спрос, что нужно как-то его сбивать, и там и цены подросли, и некоторые ограничения по владению именно нерезидентами страны тоже вводятся. Стало ли сложнее? Вы знаете, я могу сказать одно, что я не являюсь вот таким вот сторонником, скажем так, срочного и немедленного приобретения недвижимости в Турции. Более того, я не знаю, как будет развиваться дальнейшая ситуация отношения с Турцией. Отношения с Турцией тоже у нас такие скачкообразные, то лучше, то хуже, и что в этой связи может случиться, не знаю. Но если человек сейчас стоит перед выбором купить ему недвижимость, там, допустим, в Турции или где-то еще, то, возможно, конечно, Турция неплохое решение. Я перечислила все преимущества. Да, вы все-таки склоняетесь к Объединенным Арабским Эмиратам. Там, насколько я знаю... Нет, я не могу сказать однозначно, что я склоняюсь к Объединенным Арабским Эмиратам. То есть это мусульманские страны, это страны, достаточно далекие от нас, в культурном, в том числе, отношении. Поэтому тут тоже надо как-то взвешивать риски, которые возникают при покупке. Но, с другой стороны, там легче получить вид на жительство. Можно начать развивать свой бизнес. Ну, плюс инвест-климат достаточно хороший есть. Налоговые льготы и так далее. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, туда все-таки на Ближний Восток, такой развитый Ближний Восток, россияне переезжают охотнее, чем в другие страны. По бюджету, насколько сейчас нужно ориентироваться человеку, который задумался, а не купить ли мне квартиру небольшую, либо небольшую виллу, там, в той же Турции, на Ближнем Востоке? От каких примерно сумм можно начинать мечтать о дальней даче? Ну, совсем недавно Турция была еще совсем недорогой, то есть 35-40 тысяч евро можно было купить в какую-нибудь совсем небольшую квартирку. И даже сейчас поступают, вот, нам в том числе запросы, там, полтора миллиона у человека есть, два миллиона есть, и имеют и рублей, и он уже что-то хочет. Но таких цен уже нет, цены уже выросли. Я бы рекомендовала все-таки ориентироваться на Турцию, где-то, ну, тысяч 60-70 евро, если вот говорить применительно к евро, потому что вряд ли можно что-то найти действительно хорошее за маленький бюджет. И цены постоянно растут по причине того, что есть спрос, есть интерес, ну, и, естественно, тоже идет инфляция, поэтому начинать смотреть на небольшую квартиру можно, наверное, от 60-65 тысяч. Что касается дома, виллы, ну, это уже 1100 евро, если это будет что-то, ну, относительно небольшое, но, тем не менее, что-то достаточно качественное. Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, надо, наверное, нолик прибавлять к тем ценам, которые есть в Турции. Ну, нолик не нолик, но, во всяком случае, если раньше, допустим, на этапе строительства тысяч за 150 долларов, если приземляться вот к бюджету, можно было купить что-то где-то там в Аджмане, допустим, в Дненных Арабских Эмиратов, то сейчас я бы рекомендовала все-таки на какой-нибудь бюджет 250 тысяч долларов скорее ориентироваться, потому что цены тоже очень изменились, и там есть все-таки ограничения по бюджету для того, чтобы получить вид на жительство, то есть это должно быть где-то в районе 250 тысяч долларов и выше, поэтому все-таки, наверное, там надо подходить уже более стабильно, более так солидно, скажем, с более солидной суммой. Наталья, есть запросы, я тоже изучал статистику по запросам на зарубежную недвижимость. То есть среди, ну, в топ-10, можно так сказать, входит Египет, что там можно приобрести, например, самую бюджетную квартиру в курортной Хургаде за 15-20 тысяч долларов, если дом там на первой линии, то 50-60 тысяч, там в Шарм-эль-Шейхе немножко посложнее, там меньше объектов, доступных для покупки, ну, и поэтому жилье на побережье стоит дороже. Ну, мы говорим, да, про квартиры, виллы еще, конечно, дороже. Вот Египет, с точки зрения такой инвестиции, ну, даже скорее, наверное, таймшера, то есть поехать отдохнуть самому, остальное время сдавать, ну, наверное, какой-то доход даже с этого получать, через какое-то время отбить вложение. На ваш взгляд, вот это египетское направление, Северная Африка, насколько она перспективна для тех россиян, которые задумались сменить локацию с Европы на что-то другое. Ну, есть категория людей, которые являются просто любителями Египта, им нравится и сам Египет, и все-таки это практически круглогодичный сезон, и атмосфера там нравится. Я бы рекомендовала относиться к этому крайне осторожно. Во-первых, во всяком случае, нужно обязательно смотреть, есть ли все документы, все разрешения на строительство. Я бы не рекомендовала ни в коем случае ориентироваться на строящиеся объекты, потому что есть риски того, что это не будет построено и так далее. То есть первый совет – это обязательно проверять документацию, причем очень тщательно. Во-вторых, совет такой, что надо все-таки ориентироваться уже на недвижимость построенную, это будет надежней. Третье. Нужно внимательно смотреть на то, кому вы будете сдавать, и находится ли это в той зоне, которая сдается в течение, допустим, всего года, потому что далеко не все можно сдать, ну, как и во всем мире, далеко не все можно сдать, особенно в Египте. То есть есть какие-то территориальные такие вот локации, которые, в принципе, не очень-то просто сдать, допустим, в наш летний период, когда там высокая влажность в Египте. Поэтому очень тщательно, как его сказать, наблюдать за этим рекомендовала бы за всем. Но говорить о том, что плохое это направление или хорошее, оно будет совсем, наверное, неправильно. То есть это недорогое направление, которому можно достаточно комфортно тоже находиться, ну, практически весь год. Оно теплое, оно привлекательное, оно недорогое. То есть для любителей Египта, коих, в принципе, среди граждан России и вообще бывшего СНГ очень немало, ну, почему бы нет, если нужно что-то недорогое и находиться на море, почему нет? Можно его рассмотреть. Только очень внимательно просто подойти к выбору объекта. Ну и тем более, что в бюджет в полтора миллиона рублей, о котором вы говорили, в пересчете в доллары вполне возможно можно уложиться, если покупать достаточно бюджетную квартиру на курорту. Вот это вот как раз тот самый курорт, в который можно уложиться сравнительно небольшим бюджетом. Даже продав, допустим, к нам часто обращаются с альтернативными сделками, там, допустим, мы продадим там какую-нибудь небольшую дачку под Москвой, где сыр, где холодно, и купим что-то в Египте. Вот если вот посмотреть так вот на задачу именно так, то это как раз так и решается. Читал мнение некоторых экспертов, которые называли, помимо Египта, другие перспективные направления. Это Сербия, что понятно, и Албания, вот что для меня лично непонятно. Это мы берем про Европу. Также называется Таиланд, популярное курортное направление, в том числе у россиян. И, в принципе, там тоже заработок на недвижимости поставлен на поток. По поводу Албании и Сербии. Стоит ли рассматривать вот там варианты как страну для, ну, такого долгосрочного переезда, отдыха? Навряд ли, ну, скорее вот такой европейской жизни. Ну, что касается Сербии, то, в принципе, это неплохое направление, с моей личной точки зрения. Потому что, во-первых, это, конечно, Европа. Плюс открытый счет, например, в Сербии, он дает возможность расплачиваться абсолютно по всей Европе. Более того, я могу сказать, что вот когда были сложности еще до начала специальной военной операции с открытием счетов, ну, где-то в какой-то европейской стране действительно такие сложности периодически возникают, не так легко открыть счет. В Сербии не было таких проблем. В Сербии легко достаточно можно было открыть счет. И при этом деньги, которые находятся в Сербии, они, собственно говоря, принимаются практически во всех странах Евросоюза. Ну, сейчас, конечно, поскольку это россияне, возможно, какие-то рестрикции. Но, в принципе, открыть счет, допустим, там достаточно несложно. Открыть, купить недвижимость и открыть бизнес тоже несложно. И, допустим, это дает возможность и близости, и какие-то возможности, скажем там, юридические ко всем абсолютно странам Евросоюза. Более того, я хочу сказать, что Сербия, она всегда была очень лояльна к россиянам. Они любят россиян, поэтому отношение будет прекрасное. Что касается продуктов, что касается стоимости жизни, оно относительно недорогое. Поэтому, в общем-то, Сербия – это не такое плохое направление. Она православная, она такая очень лояльная ко всем русским людям, носителям русскоязычной культуры, я бы сказала так. Поэтому, да. Что касается Албании, то это для меня вопрос очень спорный. Я и сама, я никогда ею не занималась. Я видела сама эти объявления. Но там что? Там кроме Адриатического моря, там практически ничего нет. Там достаточно, как его сказать, специфическая криминальная обстановка. Моё мнение однозначно, что это очень высокие риски. Таиланд. Что касается Таиланда. Лично моё мнение, для Таиланда характерна всё-таки какая-то локационная привязанность. Вот, например, для жителей России, ну, дальневосточного региона и Алтайского региона, ну, то есть для более восточной части России, это регион привлекательный. Он достаточно близкий с точки зрения его достижения. Он достаточно тоже тёплый, он достаточно недорогой. Многие люди любят Таиланд. А вот если мы берём людей, опять же, живущих в европейской части России, ну, даже если им нравится Таиланд, я сталкивалась с такими людьми, которые после ряда лет владения там недвижимостью приходили к выводу, что лучше мы там продадим и лучше купим в Болгарии, и пусть туда будет сложнее добираться. Ну, во-первых, достаточно далеко, и ментально она достаточно далёкая для нас. То есть если вот с точки зрения локации добраться туда откуда-то из Новосибирска, ну, наверное, будет проще, чем, допустим, из Санкт-Петербурга или, не дай бог, из Калининграда. Ну, тут какая-то локационная привязка существует. А вот всё-таки летать туда по 9 часов всё время, ну, достаточно сложно. Да, сдать недвижимость там можно. Сдать недвижимость там можно, но, опять же, надо подходить именно к... К этому вопросу очень внимательно. К этому... Кому сдавать и что сдавать. Да, именно. Да. Спасибо большое, Наталья. Наталья Завалишина, генеральный директор компании Distant Property, была с нами на связи, говорила о зарубежной недвижимости, какая ещё доступна для россиян, нужны или можно в неё, в эту историю влезать. Ну, говорит, что да. Прорвёмся. Невзирая на санкции. Вести ФМ. Первые о главном. Продолжение следует...